Здравствуйте! Фирменные печати для регистрации фирм возможно отменят. Как сообщает коммерсант, Минэкономразвития России подготовила законопроект об отмене печати при регистрации акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Таким образом, правительство стремится облегчить процедуру регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Насколько сложна регистрация в налоговых органах сегодня? На сегодняшний день никаких трудностей в регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя нет. Очень просто. То есть, если физическое лицо само может прийти в наш район номер 17, это единый регистрационный центр на сегодня у нас по городу Перми, и подать заявление. И с собой только иметь только паспорт. Стоит отметить, что согласно Гражданскому кодексу, печать не является обязательным реквизитом договора. Решающую роль играет подпись. Ее подлинность считается определяющей. Однако для многих фирм печать является устоявшимся обычаем и гарантией договора. Кроме того, место для печати есть и в документах, которые подают в налоговые органы. Причем его нельзя оставлять пустым. Это означает, что в оборот придется вводить новые формы документов, что потребует дополнительных расходов. Новый вирус атакует пользователей виртуальной валюты. Антивирусная компания Asset предупреждает о новой троянской программе. Вирус атакует пользователей, которые используют виртуальную валюту биткоин. В группе риска пользователи из России и Украины. Программа предназначена для хищения личных данных пользователей, которые активно пользуются онлайн-банкингом. Программа шпионит за пользователями банков, крадет информацию, которую клиент вводит с помощью клавиатуры и даже делает снимки экрана. При этом вредоносный вирус постоянно поддерживает удаленный доступ к зараженному компьютеру. Эксперты компании Asset рекомендуют пользователям соблюдать осторожность, не переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях или электронной почте. Пермстат посчитал уровень безработицы в Пермском крае. В конце 2013 года он составил 6,6%. Численность экономически активного населения в четвертом квартале прошлого года составила 1,305,000 человек. Причем это касается населения в возрасте от 15 до 72 лет. В конце 2013 года был проведен опрос. Наличие работы подтвердили 50,3% мужчин и 49,7% женщин. По сравнению с четвертым кварталом 2012 года число безработных мужчин увеличилось на 35,5%, женщин на 23,5%. И это составило, соответственно, 37,5 тысяч человек и 28,5 тысяч человек. На этом у меня все. Удачи в делах!